Здравствуйте! В этом уроке мы познакомимся с очень простым приемом, который позволит нам создавать тексты, имитирующие металлические пластины. Перейдем на следующую страницу и введем текст. Выберем для него достаточно массивную гарнитуру и большой размер. Например, перейдем к выбору заливки. Выбираем фонтанную заливку. Из стандартного набора выберем заливку, которая называется серый 0.1. Изменим направление угла заливки на 90 градусов. Мы получили вот такой текст. Активируем инструмент вытягивания и применяем его к нашему тексту. Переходим к настройке эффекта вытягивания. Включаем параметр скос и активируем флажки использовать скос и показывать только скос. Глубину скоса оставим равной 2 мм, угол скоса 45 градусов. Применяем. Мы получили вот такой металлический текст, очень похожий на отшлифованную металлическую пластину. Отдублируем этот текст и изменим фонтанную заливку. Например, на вот такую серую 0.3. Здесь у нас два маркера указывают на заливку белым цветом, а остальные это плавные переходы между светло-серыми тонами. Наш текст чуть-чуть изменился. Мы можем изменить направление глубины скоса, увеличив ее или уменьшив. Отдублируем еще раз этот текст и отредактируем его. Введем слово print. Как видите, пока мы не преобразовали тексты в кривые, мы можем его редактировать, не потеряв параметров эффекта. Выберем для текста print фонтанную заливку, которая называется gold04 или золотой 04. Также изменим направление на угол 90 градусов. Мы получили вот такой текст. Добавим немного темно-коричневых тонов. Светло-коричневый. Ну и оранжевый. У нас получился вот такой, почти золотой текст. Можем применить градиент, который называется mygold. И изменим глубину скоса, увеличив ее. Получили вот такой золотой текст. Мы можем отдублировать наш текст и выбрать для него из стандартного набора градиент, который называется красный 02. Также изменим значение угла поворота на минус 90 градусов. И добавим темно-коричневых оттенков. Это уже больше похоже на медный текст. В любой момент мы можем отредактировать этот текст, изменить направление и глубину скоса и фонтанную заливку. Например, можем выбрать сиреневый. Давайте посмотрим, как все виды текста выглядят на черном фоне. Немного поправим настройки, увеличив глубину скоса. Можем изменить угол поворота. Наши тексты и впрямь, как будто вырезаны из металлических пластин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok